здравствуйте друзья здесь демитков юрий доллар сдает позиции мы привыкли что доллар является главной валютой многие говорят что только в доллары надо вкладывать деньги но постепенно это немножечко меняется что я имею ввиду смотрите сразу после войны когда после второй мировой войны когда вся европа была разрушена перед миром стала задача о том как просто взаимодействовать как торговать и для международной торговли с целью расчетов было ну как в каких единицах просто рассчитываться потому что в каждой стране своя валюта и во всех странах были валюты слабые поэтому бретон-вудское соглашение было подписано о том что все расчеты давайте проводить в долларах сказали американцы почему бы нет ну вот ну почему потому что доллар является самой сильной валютой в мире тогда это было действительно так вот и соответственно давайте в чем была идея рокфеллер сказал что пустите меня к печатному станку и я буду владеть ну всеми кто пользуется этими бумажками то есть я буду управлять ими и таким образом америка стала управлять ну практически всем миром потому что все расчеты в мире были в долларах и это было очень удобно для всех потому что ну вот она единая валюта что такого сказать ну да доллары ну да американские но для того чтобы рассчитываться ну скажем за нефть там или за какой-то зерно там за что угодно между странами эти страны должны были что делать покупать валюту в резерв и какая валюта в качестве резервной должна использоваться естественно доллар и поэтому значит все страны работают работают для чего для того чтобы купить в америке что бумажки доллары которые америка печатает но в принципе все было бы ничего пока пока америка но была стабильная во первых а вторых всегда стабильно и валюта была стабильна и все было нормально но вот эти слова рокфеллера о том что мы будем управлять всем миром если искать весь мир будет пользоваться долларами они американцы в последнее время стали использовать во первых все чаще и чаще это первый фактор второй фактор это появились другие валюты то есть появилась японская иена там швейцарский франк нормально английский фунт в качестве резервной валюты использовался всегда китай начал очень сильно развиваться и китай вышел на второе место в мире по окну как экономическая держава на втором месте после америки и практически догнал америку объединенная европа объединилась объединила свои валюты и стала валюта одна единая евро во всей европе и это уже серьезно это не одна германия а и и франция и италия и крупнейшие экономики они пользуются одной валютой и если раньше после войны америка сначала расширяла зону действия доллара сначала на европу потом значит на все остальные страны южная америка понятно там вся в этом китай когда начал китай развиваться это уже были 70 80-е годы в китае все в долларах исключительно потом рухнула берлинская стена страны соцсодружества и опять зона действия доллара расширялась и по мере расширения зоны действия доллара и могущество америки увеличивалась и доллар был крепкий но все процесс расширения закончился уже нет стран которые в общем сказать но в которых можно расширяться куда можно расширяться доллару это первое второе америка начала использовать очень активно эти методы управления смотрите санкции против ирана американцы когда сказали что давайте все будет в долларах они сделали чтобы всем это было очень очень удобно они сделали систему свифт для международных переводов она действительно очень удобная все ею пользуются пользуются ну и все естественно платят американцам за каждый перевод комиссия по свифту но ладно бог бы с ней с комиссией но когда американцы говорят слушайте вот вы что-то плохо себя ведете и давайте-ка мы против вас санкции введем такие санкции другие санкции а потом говорят ребята вы что-то совсем как бы не слушаетесь нас поэтому у вас отключим от свифта и это самое страшное потому что как только страна отключается от системы свифт то она вообще ничего не может не продать за рубеж не купить за рубеж американцы все контролируют и ладно бы эти были это были бы страны какие-то типа ну скажем там ливия какая-нибудь да против которой которую америка хочет поставить на колени иран советский союз никогда не был свифте вот потом подключился вот сейчас россии угрожают но тоже как-то все думают ну кто такая россия там у россии между прочим два процента где-то от мировой экономики в америке 28 процентов понимаете да то есть что такое россия ничего но когда америка недавно в лице трампа стала говорить европе говорит слушайте давайте кончайте покупать у россии газ и нефть а покупайте газ у нас потому что ну там нарушение там энергетической безопасности и так далее тра-та-та вот но цель то какая покупайте американский сжиженный газ а он дороже чем российский но говорят чтобы искать убрать зависимость от россии пожалуйста покупайте наш и трамп договорился до того что сказал что те кто будет финансировать строительство северного потока 2 будут отключены от свифт меркель такая вы чё ребята вы офигели вы уже наши сказать и нас союзников хотите отключить от свифта и европа уже задумалась это уже не шутки понимаете китайцы в ту ступают в торговую войну с америкой торговые как бы разногласия у них американцы говорят вы не так ведете сказать но там короче говоря слишком дешево все продаете китайцы этому очень сильно сопротивляются американцы тоже самое говорит а мы вас типа будем санкции вводить против ваших компаний там и так далее что делают китайцы а китайцы берут и создают свою систему расчетов в юанях потихонечку медленно но она создается и когда ну там в аргентине вот были проблемы значит в африке какие-то со страны сказать тоже проблемные есть и как только американские компании уходят из этих стран их место занимают китайские и китайские компании уже во всей африке и во всей южной америке вовсю орудуют и они налаживают там отношения как америке это не нравится они они говорят мы в санкции введем значит соответственно китайцы налаживают взаиморасчеты национальных валютах с аргентиной с венесуэлой с теми странами с которыми они сотрудничают с россией с ираном санкции сейчас против ирана иран что сказал когда американцы сказали не покупайте иранскую нефть иран сказал хорошо мы будем продавать его за евро но как-то это все не очень шло но когда наехали на европейские компании то собственно говоря меркель уже задумывалась и сейчас я читаю новости различные экономические и по данным свифт вот недавно буквально там неделю или две назад по данным свифт количество расчетов в свифт в евро и в долларах впервые в общем то сравнялась расчеты по свифту в евро и долларах сравнялись понимаете то есть раньше целиком доллар сейчас расчет в евро уже вышли на такой же уровень теперь далее зона доллара перестала расширяться соответственно трамп снизил налоги дефицит госбюджета в сша зашкаливает и госдолг сша зашкаливает и страны начинают опасаться что в америке общем сказать там может быть не все хорошо это во первых во вторых опять же санкции угроза санкций кому угрожает америка санкциями россии и китаю и турция тоже вот смотрите эти страны все страны имеют резервные какие-то фонды в россии мы знаем был резервный фонд достаточно большой от нефти такой же резервный фонд был у турции ну во всех странах есть резервные фонды так вот весной этого года россия взяла просто ну в опасении что американцы могут заморозить наши активы россия взяла и продала американский долг в котором были ну сказать размещен наш резервный фонд потому что американцы говорят это самая надежная инвестиция которую можно сделать в мире это купить американские ценные бумаги но как только стало опасение что американцы наложат арест на эту штуку набиулина взяла и продала американские казначейские обязательства и золото многих стран хранится в америке года два назад германия сказала слушайте а давайте сказать мы у нас уже есть возможность для того чтобы хранить наше золото у нас в германии они в америке то что американцы говорят а у нас на ваше золото будет лежать так надежно так надежно прямо надежнее надежно не бывает вот и германия потихонечку вывезла все свое золото из америки физическое золото понимаете да там тонны вывезла из америки то что горит мы сами будем хранить зачем мы будем вам платить за хранение нашего золото из америки германия вывезла все золото до этого это сделала англия насколько я знаю вот дальше турция в турции сказать тоже есть золотой запас весьма немаленький и американцы горит слушайте вы там что-то тоже плохо себя ведете как-то вот и эрдоган летом сделал то же самое что сделала россия он продал все свои значит а там был немаленький тоже резервный фонд резервный фонд казначейские обязательства сша он продал и вывел деньги заберите свои доллары говорит эрдоган заберите свои доллары говорит россия на дайте нам наше золото говорит германия огромные запасы золота у италии теперь далее посмотрите есть графики какие страны держат больше всего ну казначейских обязательств долга сша которые владеют долгом сша больше всего прежде всего это китай и я очень сильно подозреваю что последний вот это вот падение рынка s&p 500 связано как раз с тем что что просто китайцы взяли и продали ну такую какую-то долю от своего госдолга если они продадут все то цико америка тут же рухнет поэтому в общем-то нефига выпендриваться трампу в общем то вот поэтому доллар потихонечку потихонечку медленно уступает свои позиции в мире что это значит для нас но он конечно уступать свои позиции но он делает это очень медленно постепенно процесс идет процесс идет но он как бы накапливается и что делать в будущем друзья мои а может быть и не стоит так активно скупать доллары может быть стоит обратить внимание на активы в евро и сейчас вот я занимаюсь инвестициями открытие брокер вот я был недавно уже на нескольких встречах они говорят что в общем то есть подозрение что надо как-то тоже диверсифицировать свои инвестиции и не все инвестиции делать в долларах то есть доллар никто не отрицает то есть доллар никуда не денется но год-два я думаю что все будет в порядке еще но потихонечку надо увеличивать долю в активах в евро и поэтому открытие вот сейчас уже активно начинает и искать такие инструменты и находит и есть уже начинают появляться ноты в евро то есть очень популярный инвестиционный инструмент но ты я про них рассказывал но они все в долларах пока были сейчас появляются но ты в евро в ближайших выпусках я расскажу о ноте в евро там очень интересная штука безусловная выплата купонного дохода 10 процентов в евро валюте вот вообще шикарная штука вот и ну и рекомендуют просто но как бы не все вкладывать а какие еще есть валюты в мире британский фунт после брекзита он упал на японская иена японцы просто мечтают как ее опустить понимаете вот китайский юань но он зависит от политики российский рубль но знаете ли он зависит не только от политики но и от нефти то же самое и там выбор в общем-то невелик поэтому стоит их разложить свои денежки но пожалуйста евро можно купить швейцарские франки швейцария тоже скота еще страна она как-то вот года два назад центробанк швейцарии просто взял и так бьюм в один день там было такое потрясение на 30 процентов швейцарский франк опустили вот так что тоже подумать надо вот поэтому евро как альтернатива надо увеличивать долю в евро вот такая мысль и подумайте просто об инвестициях в евро в евро вы инструменты скоро будет видео на эту тему оставайтесь на моем канале я буду держать в курсе вот там справа внизу вы видите значок подписки подпишитесь после подписки вы увидите там колокольчик можно нажать чтобы не пропустить видео будет интересно я расскажу обязательно про ноты в евро ну и разные другие инструменты и сейчас вот я подписался на стратегию уолл-стрит она чисто в долларах дает доходность 13 процентов годовых я думаю что в течение года ну вот аналитики говорят что в течение года кризиса в америке и мирового кризиса пока не должно наступить по всем параметрам по таким фундаментальным а дальше посмотрим вот они говорят год вероятно два года вот но два года уже нельзя говорить что сказать не будет кризиса ну вот судя по всему все будет спокойно поэтому еще раз подпишитесь на мой канал и до встречи с вами был демитков юрий